Уже второй раз на базе Брестского государственного колледжа связи прошел конкурс на звание лучшего директора 2018 года. Из представленных 31 заявки кандидатов на участие путем тщательного отбора были выбраны 5 представителей учреждений профессионального образования области на решающую битву в полуфинале. В двух этапах заочным и очным конкурсантам пришлось посоревноваться. Формат состязания по сравнению с первым годом был изменен. И нужно отметить, что заочный этап стал значительно сложнее. Сейчас мы его проводим немножечко в другом формате, потому что мы добавили, кроме конкурсов, связанных с педагогическим мастерством, добавили еще конкурсы, связанные с представлением рабочих профессий. То есть с учетом специфики наших учреждений, мы ведем подготовку рабочих кадров и специалистов со среднеспециальным образованием. Естественно, насколько руководитель владеет еще теми профессиями, которые осваивают учащиеся. Как отметил Александр Жук, непростая задача стояла перед пятью участниками, но все они достойно с ней справились. Тем более, что на очном этапе у каждого руководителя присутствовала команда болельщиков, которая поддерживала своего кандидата из зала. Конкурс «Визитка» выдался самым зрелищным и потому, что происходило на сцене и по бурной реакции болельщиков. Проявить себя получилось у каждого. Каждый человек хочет показать себя в том плане, что состоявшиеся как руководителя, как личности, ну и для того, чтобы видеть, присутствует здесь много молодых, перспективных руководителей, для того, чтобы посмотреть, принять лучший опыт, ну и, наверное, это будет очень полезно. Безусловно, польза подобного рода мероприятий становится очевидной, когда видишь, как на одной сцене рука об руку, для того, чтобы одержать победу, стоят директор и подчиненный, как вместе стараются и переживают за общее дело. Наверное, именно так личным примером и передается дух единого организма под названием коллектив. И то, что в этот день каждый из участников стал лучшим директором для своих коллег. Что же до победителя 2018 года, то им стала единственная женщина из пяти конкурсантов – Светлана Шишина, директор Барановического государственного колледжа сферы обслуживания, что очень символично в преддверии 8 марта.